Добрый день, мои хорошие! Сегодня ходил в светофор. Вот купила мясо. Смотрите. Кто-то говорил, что оно плохое там. Не пойми что. Честно говорю, мне мясо очень понравилось. Я профессиональный повар. Я в мясе разбираюсь. Взяла себе вот такую рульку. Причем она, это передняя рулька. Очень красивое мясо. Оно было не замороженное. Это я вот в раковину положила, чтобы помыть. Смотрите кусочек какой. Очень хороший кусочек. Нежирное. Ну, правда, вот тут еще почеревок. Как бы вдобавок. Но из него можно рулет сделать. Можно вот так отрезать, закрутить. Это один из кусков, которые я показывала вам в начале ролика. Значит, это я вот в добавочке. Смотрите. Оно, вот это мяско довольно мясное такое. Вот здесь только жирок. Мяса довольно много. Вот это вот брюшина. Здесь я ребра сняла. Тут кусочек мяса я вырезала. Так называемый карбонат. А это я для веса положу. Ну, и вот тут вот мяска бы добавить, чтобы до килограмма мне было. Так, вот это положу вот сюда. Так, заполнить это место. Ну, и тут как-нибудь вот эти маленькие добавочки, так сказать. И сейчас я буду его мариновать. Я уже приготовила посолочную смесь. Полный расклад я поставлю под этим видео. Читайте. Здесь паприка копченая, соль нитритная, соль простая, крупная. Вот, ну вот, а нет, не простая. Я забыла, я положила адыгейскую соль. Но нравится она мне. Это кориандр, перец и сахар. В общем, вот так. Все это я сейчас перемешаю. Вот так вот рукой прямо. И буду натирать. Натирать буду на доске. Доску легко помыть. Вот, с нее убрать все можно потом. Вот. Так что вот так вот я сейчас просолю все это дело. Как он лежал-то красиво. Что-то я его сняла. Теперь я его же так не положу. Ну вот, пускай вот так. Вот. Все это посолю. Много. Все это... У меня 20 грамм получилось только по солнышной смеси. Вот этой. Ой, 20. Да, без соли. В общем, сейчас посолю и вам покажу. Теперь я его вот так возьму. Не прилипло все, но я все равно это все положу сюда. Вот кусочек вот этот. И теперь давайте будем заворачивать. А вот эту смесь я буду добавлять. Чтоб она у нас никуда не делась. Потому что у меня же здесь норма. По соли, по сахару норма. Вот. И будем вот так закручивать. Сейчас закручу. И я это положу в пакет. Тут у меня пакет где-то был. Вот. Просто пакет положу пока. Будет солиться. Тут получается много. И я вот это все сейчас заверну. И вот это отправлю все туда. Чтоб у меня солилось. Закручу как следует. И всю эту посолочную смесь я туда отправлю. Пусть просаливается. С боков. Там буду его потом крутить. В течение трех дней. Вот. Вот так вот. Получается у меня рулетик. Я его сейчас завяжу. И отправлю в холодильник. На тарелочку и в холодильничек. И пусть оно у меня там маринуется. Вот так вот. На тарелочку и в холодильник. Буду присматривать за ним. Поворачивать. Чтоб оно просолилось. Там сейчас сок пойдет с мяса. Вот. И буду за ним смотреть. Чтоб оно со всех сторон просолилось. Итак. Вот мой рулет. Он у меня пролежал в холодильнике трое суток. Но достаточно было одних суток. Просто у меня не было времени. Теперь я его заворачиваю в фольгу. Желательно, чтобы вот этих слоев было в фольге больше. Чем больше, тем меньше вероятность, что он сгорит у нас. Вот так. Еще сейчас, кстати, фольга. Мне попалась. Очень хорошего качества. Это... Ой, ну не буду названий говорить. Чтоб не подумали, что я рекламирую. Такая толстенькая фольга. Прям для запекания. Супер-супер. Все. Вот так плотненько. Где-то три слоя у меня получилось. А теперь я заверну все это в руках для запекания. Вот так упаковала. Теперь возьму лоток. Лоток я тоже застелила фольгой для того, чтобы он... Если брызги какие-то попадут, чтобы лоток потом не мыть. Укладываю. И сделаю сейчас пару дырочек. Вот так. Вот. Чтобы лишний воздух проходил. И чтоб у нас тут ничего не потекло. Все. И в духовочку. У меня духовка самая-самая простейшая. Включу. И пусть она там часа на полтора. Я его отправлю. Время засеку. И я думаю, полтора-два часа. Ну, посмотрим. Потом скажу. Ну, что. Пленку я сняла. Давайте открывать. Горячий еще. Но мне не терпится посмотреть, что же получилось. Ой, какой красивый. Обалдеть. Красиво-то как. Он такой подпекся. Вообще. У меня плита-то старая такая. Плите, наверное, лет 30 уже. Ну, выглядит. Попробую я его сейчас переложить на сам молоток. Ну, вот, распаковала. С трудом распаковала, потому что прикипела пленка. Это. Он еще горячий. Но я хочу попробовать все-таки. Ну, нетерпеливый я человек. Вот край отрежу. И сейчас маленький кусочек я попробую. Низ у меня немножечко поджарился. Но это только из-за того, что у меня плита, конечно, старая. Она и была такая. Пироги бывали, подгорали. Даже не знаю, что сказать, на что похоже. С одной стороны, на шашлык похоже чем-то. Остренько получилось. Хотя острого перца здесь нет, только черный. Что еще? Вот жирочек. Даже не знаю, на что похоже. Сам на себя, наверное. Вот тут у меня чуть-чуть пригорело. Внизу. Ну, как пригорело. Ммм. Хе-хе. Да. Пришковорилась. На вкус. Нежно. Вкусно. Вот это остынет. Его можно будет порезать уже потоньше. Потому что он в таком виде, конечно, плохо режется. И будет вообще. Но мне завтра снимать некогда. Поэтому я сегодня спешу быстрее показать результат. Вот. Вот такое красивое мясо. Очень красиво. А то, что здесь нет. Ну, это съесть. Это можно съесть. Потому что это не подгорело. Я прикипела, прижарилась. Хорошо получилось. Мне нравится. И он и с этой стороны. Он помяснее вот здесь. Помясистей. Вот. Я знаю, что некоторые хозяйки внутрь рулета посыпают еще желатин. Но я в доме не держу желатина. Возможно, еще и желатин туда положить, чтобы он как бы держался лучше. Я не знаю. Я вообще желатин как-то и холодец без желатина готовлю. Мне понравилось. Очень вкусно. Бесподобно просто. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Буду готовить еще что-нибудь. Возможно, в ближайшее время исполнится моя мечта и у меня появится новая плита. Всем доброго здоровья. Не болейте. Берегите друг друга. Готовьте вкусняшки. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok